Приветствую зрителей канала Заметки Нумизмата. Продолжаем разговор о популярных и даже знаменитых золотых монетах мира. Сегодня наш герой Доллар. 10 американских долларов, часто называемых Голова Свободы по характерному изображению и по изображению обратной стороны также называемая Один Орел. На аналогичной 20-долларовой монете есть изображение двух орлов, поэтому используют соответствующий термин двойной орел. Итак, 10 долларов выпуска начала 20 века, но вообще эти монеты выпускают середины 19 века. Америка старалась всяко показать свою полную независимость от бывшей метрополии. И вообще это, наверное, единственная колония Британии, которая еще на ранних стадиях полностью пришла к независимости. Ведь другие государства, существующие в наши дни, такие как Австралийский союз, Новая Зеландия, другие, даже Индия, до сих пор являются, тем не менее, частью Большой Британской империи. И официальным правителем этих государств является король или королева Соединенного Королевства. Америка же с самого начала заявила о своем полном разрыве с бывшей метрополией. И, конечно же, денежное обращение страны в первую очередь должно было избавиться от монет английского типа. Правда, ранние доллары, золотые доллары, имели ту же пробу, что и английские суверены 915-17. Но уже в середине 19 века эту ситуацию исправили. Проба всех золотых монет США после этого 9 сотая и именно золото, основной ведущий металл, которому уже номинируются все прочие. С чем связан необычный вес американских золотых долларов, мне сказать сложно. Вот такие 10 долларов весят примерно 16,7. Это никак не полунции. Если считать по грязному металлу 900-й пробы, то получается, что 10 долларов весят немножечко больше полуунции. Если же взять чистый металл, содержание металла в 10 долларов, окажется ниже полуунции. Как это объяснить, я не могу. Но это является именно особенностью американских монет, вот таких своеобразных и необычных. Именно массовые выпуски миллионными тиражами золотых монет вплоть до 1933 года привело к тому, что золотой доллар постепенно заменил в мире и для начала в Европе другие золотые денежные единицы. Вместо монет разных стран, французских, немецких, российских, пришел доллар. Начало Первой мировой войны привело к тому, что большинство стран были вынуждены частично или полностью отказаться от выпуска монет драгоценных металлок или, во всяком случае, высокопробных монет. И фактически уже никогда к этому так и не вернулись. Закончилась эпоха золотых франков, золотых марок, золотых лир, пришла эпоха доллара. Со временем он заменил и резервную валюту Европы, золотой дукат. Ну а на сегодняшний день вот такие 10 долларов являются не только инвестиционные, но и ценные коллекционные монеты. Их не так много в свободном обращении, тем более в достаточно хорошем состоянии. Рады были вам рассказать о золотых 10 долларах глава свободы. Смотрите наши следующие выпуски, там расскажем о многих других монетах европейских стран и Соединенных Штатов Америки, о чем нас уже многократно просили зрители канала. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok